Здравствуй, дружок! Сегодня у нас сказка из Австралии, а быть может быть, Новой Зеландии, а может быть, еще откуда-то. Но называют ее Семеро слепых братьев. Давным-давно на острове Муа жили Семеро слепых братьев. Каждый день плавали они крив и били там рыбу острогой. Прежде чем выйти в море, братья обвязывали голову и втыкали во повязку волшебные перья. Перья вели братьев к лодке, указывали им направление. Если братья шли верной дорогой, перья развивались по ветру. Если ошибались, перья внезапно замирали. Перья подсказывали, когда следует спустить парус и браться за шесты. Когда держать на готове острогу, когда и куда метать ее. Наполнят братья лодку рыбой и возвращаются домой и вновь ведут их волшебные перья. Дрожат, колышутся до тех пор, пока братья благополучно не доберутся до дома. И каждый день за братьями, выходившие в море под парусом, следила Дагаи, злобная колдунья с большими ушами, которыми она укрывалась, когда ложилась спать. Ей был очень любопытно знать, что же это они делают в море целый день. Однажды вечером она увидела, что лодка с братьями возвращается. Дагаи подплыла ближе, подсунула под нос лодки бревно и давай выгребать рыбу. Потом вытащила бревно и с поживой уплыла во свояся. Почувствовали братья, что лодка полегчала и удивились. Должно быть, мы покидали рыбу за борт. Хоро! Хорошенькое дело! Что же нам теперь есть? Сказал один из братьев. Дагаи приспособилась поджидать возвращения братьев с уловом и воровать у них рыбу. Поняли братья, что кто-то обкрадывает их. Но кто и как это делает? Вот однажды ночью самый младший брат дождался, пока остальные братья уснут. Встал, взял череп их умершего отца, который они бережно хранили, натер его душистыми листьями и попросил послать ему вещий сон. Скажи мне, отец, если сможешь, почему нам с братьями не видеть глазами, как всем людям. Мы каждый день наполняем лодку рыбой, а когда возвращаемся домой, лодка оказывается пустой. В чем дело? Ночью приснился младшему брату отец. Не ходи завтра к рифу, сказал он. Пусть братья выйдут в море, а тебя волшебное перо приведет к песчаной дорожке. По ней черепахи выходят на берег откладывать яйца. Иди по дорожке и найдешь черепашью кладку. Разведи огонь и свари два яйца. А затем разбей их, протри глаза и прозреешь. Младший брат выполнил все, что велел отец. И действительно обрел зрение. Мой дорогой отец, сказал он, ты послал мне хороший сон. Теперь я все вижу и наш дом и братьев и все вокруг себя. А оставшиеся черепашьи яйца я принесу братьям. Пополудни стал он поджидать братьев и вдруг заметил, что у края рифа сидит Дагая и тоже кого-то ждет. Увидел он, как Дагая подплыла и снова подсунула под нос лодки братьев бревно. Как вышвыривала рыбу из лодки, как уплыла во своясе. Опять у нас мало рыбы, посетовали братья. А ведь наловили порядочно. Младший брат испек черепашьи яйца на горячем песке и велел братьям протереть глаза. Братья тотчас прозрели. Младший брат рассказал, кто ворует у них рыбу, и братья решили нагазать Дагая. На утро они снова укрепили перья в головной повязке, как если бы они по-прежнему были слепыми и полагались только на силу своих волшебных помощников и пошли к лодке. У каждого в руках гарпун, веревка и дубинка с тяжелым камнем. Поплыли братья к рифу, наловили рыбы и вскоре повернули обратно. Смотрят, к ним Дагая на бревне подплывает. «Вот кто ворует нашу рыбу!» — воскликнул младший брат. «Хоть бы она не поняла, что мы теперь зрячие», — сказал старший брат. «Сейчас мы ее одурачим. Следите за ней». Братья принялись убирать парус, а Дагая подложила бревно под нос лодки и занялась рыбой. Тогда старший брат ударил ее гарпуном, а остальные обрушили на Дагая дубинки и копья. «Ваша взяла!» — сказала злая колдунья. «Но я долго обманывала вас, а теперь я остаюсь здесь, у рифа, а вы превратитесь в камень возле своего дома». Тогда Дагае стало лагуной Дагая-Малу. А братья, едва ступили на берег, превратились в камни. И сейчас можно видеть им камни братьев, которые стоят рядком над водой, а чуть подальше и их лодку, превратившуюся в скалу. На этом сказке конец. Кто дослушал, молодец. Понравилась сказочка? Поставь лайк. Хочешь нам что-то посоветовать? Напиши это в комментариях. Ну и чтобы оставаться в курсе дел, не забывай подписаться на наш канал. До скорых встреч!